почему это ржали и не надо мной как ты можешь такая нас подумать легко в первом сеансе к это вспоминался помнишь нет я дима спрашиваю когда вспоминался что-то был в кремле сидел кабинет как ты назвал там кое-кого я тебе припомню как назвал усами да сучок из припомним он еще не не помнил кто он и что он так обкопался и верну вспоминаю стол бумаги в соседнем кабинете кто для туса ты когда его так называл за помню этого не знал вспоминать что за ткан принцип действия где память добрый был я тогда уже требовал бы как много людей мы могло в ссср тогда сам шутил очень хорошо такие шутки были очень тонкие если не посмеяться расстрел без вариантов не отвлекайся он где стоит почему потихонечку оживает и вот смотрю зеленый работает приобретает энергию такую зеленую это ребята это же малыш почему он же когда мы с ним познакомились он же военный был на нашей вселенной и я говорит такой кто у нас в зеленой форме я значит будет зеленый назовем его малыш зеленый любимый цвет все дачи были зеленые все и сейчас тоже зеленый любимый мин и прокачивать своим сознанием сейчас сам где резонирует что не может не электричество надо смотри на кихон на дефон работу это я бы сказал компьютер власти он прокачивал вас теперь ощущаю эгрегор власти создавал такой вот вот пошла мощь такая сила чувствуешь да как грубая тяжелая мужская такая остальная до страна сейчас эти покруче часто кристаллики но по сравнению с той энергией это кристаллики сваровски значит ой и нежненький красивенький там было почти как кораблик как он действует а и 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 Спасибо. Весь Кремль был сделан как кораблик. А это здесь при чем? Я смотрю наверх и весь Кремль как кораблик, который управляет всей страной. А, Кремль. Да. Это да. Смотри, рубка. Смотри, рубка. Ты знаешь, они зачищали все пространство в Кремле, вот тебя, от меня, от всех, вычищали на таких вот уровнях. Телефроматировали, да? Да. Маги. Причем смотреть как, что делали, засирали. Я вижу, как они просто стирали. Где и скольких убили, да? Чтобы стереть, не засрать. И среду сделать. Да, чисто масонскую сделать. Угу. 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 даже не знаем где да очень сделан как он действует надо помочь ему час кстати там вроде ртутные технологии такое как эти все такое или как капелька такая красная дает энергию но не виднее . смотри там она вращалась почему сейчас не вращается она сейчас как тут как пятнышко смотри как был и когда мышь протекла до от времени уже до ну как немножко разливаюсь а раньше в трубке такой стоял зачем она там состав помнишь сейчас я попробую так вот найти чертежи есть для что проходил сменой на бумаге было да супер секретный убирает то что мешает сейчас помню восстанавливаем и перед собой сейчас это все разворачиваю и лишь я вижу как будто взяли какую-то трубку такую и очень очень глубоко пробурили в землю под кремлем взяли какой-то кристалл я не знаю может какой-то материал как вот вот такой вот сделал и внутреннего поместили вот эту ртуть как сердечник какая ртуть обычная что за кристалл из чего откуда платье что дорогой лучше платье что наличие делом вы в в платина не кристалл это какой-то камень форме кристалла смотрю он блестит я бы назвал это знаешь как вот очень похоже на золото дураков как он называется камень перед до плестит также да он золотой такой я выкусаю не напоминать это видел в чертеже на чертеже что написано это тело ощущение прямо из него поживеем чертеж вот он такой бумаги то написано наверх желтый вот такое что-то нарисовано с разными пусть он сам вспомнил написано что я не вижу моно покажи я уже выбросил ребята там не чертежи на верхних листах вот такое только еще буквы написано ну типа соты ройда и что нет это не соты не рой это какая-то молекула нарисовано это что-то из химии нарисовано это не молекула там валентные связи две полосочки три полосочки что-то такое оно нарисовано в виде сот но это не соты ну понял да я посмотрела тоже но это какая-то молекула одна вторая разрисована компьютер я не понимаю как такое могло быть но мне идет как на водороде на каком-то работал как можно период полураспада рассчитывался чтобы никто не высчитал какой-то материал какой-то я не знаю что он светится какой-то вот как землю зарытой светится какой-то период полураспада он территорию держал выход со стороны вот где кремлевская стена она я не не я не видела ее какая-то на самом деле мне кажется она очень такая толстая выход забавской стеной вот с эта стороны не там где кремль а закремлевской стеной там как деревья какие-то растут не они как берёзки молодые такие дут но может лет двадцать дерево не очень большой. И там такой выход, вот как, знаешь, квадратный такой маленький, небольшой вход под землю. Как вот душник. Вот дышать, чтобы, ну, понял, вот отвод вот этот, ну, там войти невозможно. Он небольшой такой. Ну, может вот так вот. Отверстие такое в земле есть. А этот компьютер, там большие-большие территории под землей именно. Я вижу это как лабиринты, только они такие, как метрополитен, красиво уложенные. И вот как. Но только под Кремлем почему-то. И вот одна в сторону, в сторону, в сторону уходит. Там такой большой, как сейф лежит. Но это не сейф, это компьютер или сейф. Я вижу там как бумаги просто. Динька говорит, компьютер, я вижу как бумаги просто хранилище чего-то. Вот заперто, 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 заперто. Бумаги верхние, которые вот такими вот нарисованными, как ну, я не знаю, вот как молекула вот эта, какая-то химическая формула что-то. И много-много. Почерк такой не очень большой буквы, такие мелкие кто-то писал. Мелкие такие аккуратненькие буковки. Вот кто-то писал, 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 это все списано. Оно действительно есть, и оно как хранилище какое-то. Вот на компьютере где-то есть, вот Дима говорит, что есть компьютер, который держит Кремль. Ну, я его сейчас не вижу. Я вижу только вот ту штуку. Сейчас он не работает. В резонансе с Димой немножко самой. Я почувствовал эту волну, он как вздохнул и снова спать. А вот этот контейнер на самом деле, сейф, он есть, и там бумаги все, как положено. То, чем он занимался, скажем так, в физическом плане, вот, ну, разработки его. Все проекты. Да, проекты какие-то. Они как вот секретно, гриф красный, такая печатка сверху, вот так, касая такая, на этих папках. Они перевязаны и все туда сложены. Некоторые бумаги уже такое впечатление, ну, они не старые, но пожелтели или пожелтели. Желтели, да. И видно плохо уже, что нарисовано, вот, или что написано, вот. Почерк, как немножко уже, знаешь, ну, не почерк, а... Чернила. Чернила. Выцвели. Да. Ну, это вы, если просканировать там, под ультрафиолетом и так далее. Да, оно нажимано. Все будет видно. Да. Все, экспертиза, если надо, найдем. Только осталось найти. Там... Там не подкопаешься. Там солдаты сверху ходят. Это видно, как... Понятно, да, да. Не знаю, что они там делают. Охраняют, наверное. Ну... Наверное. А стены там реально... Да, потому что это, видимо, еще допотопная система. Валерина-то там очень глубоко. И там, как весь архив его, когда пришли, он туда прятал до того, как пришли его арестовать. Его, как пришли арестовать, там вот это все не нашли у него. Угу. Он туда раньше попрятал. Угу. Как чувствовал, да. Да, он раньше, за несколько месяцев начал туда относиться. Даже не чувствовал, а знал. Знал, наверное, да. Что этот проект закончен, надо идти в другое место. Все было готово для свободной энергии, но... Другое было не готово. Сознание, компьютер. И глупо было дальше сопротивляться, если тварь еще жива была. Подпортили проект, да? А, я вспомнил. Я готовил такой проект, который бы уничтожил все сознания твари. Кто подключен к твари? Вообще все зачистить. Круто. Это как? Круто. Просто плоскость энергии, которая срезала все сознание открытой твари. И люди бы очистили, вся планета очистилась. Она просто срезает, и все. Это как защитная оболочка. И люди... Ну, не могут, вообще не могут мыслить с сознанием твари. Не могут. Вспоминай, как бы... Вот что готово. Высотки. Точно. Вот это готово. Где это? Вот это интересно. Вспоминай. Там как-то, да, начинают прям мыслить. Вот не так, как на некоторых частотах, что ли. Это не частоты. Используем элементы допотопной системы связи. Там вот эти резонаторы, и все это было. Радио же это, мягко говоря, не единственная связь. Была бы одна большая победа сразу. Круто. Принцип действия. Люди, источники. Ничего не завершилось. Не доработан этот проект. Там цепочка была, как вот эта цепочка взаимодействия, мышления, что ли. Какая-то котировка мышления людей и тварь. И она вычленялась и просто уничтожала ее. Принцип действий. Вот она здесь поймана в ловушке была тварь. Очень далеко от центра нашей вселенной. Все. Повтор той ситуации, что была в той вселенной. И пришлось здесь делать этот муравейник. В отдаленной панели. Ферму для кормежки. Расплодила людей. Херовое качество, но расплодила. Доит энергию. Все. Пошла в другое место, но не дошла до центра. Развиваться муравейником. Здесь инфраструктура не сделала, которая бы схлопнула, цифровала эту вселенную, чтобы с собой забрать. Пошла другие фермы делать. Не дошла. И вот здесь вот, что мы делали, чтобы ее в ловушке прибить. Вспоминай. Какая-то частота или вирус какой-то, который взломал всю ее структуру на изначальном уровне. Менял ее структуру, и в своей ней капот приходил. Ну, я стал с этим вирусом, но я это сделал вручную. Межмирьи, померевтипо, состав энергии самую зиму. А как это, механически, либо это все-таки создание потранслировалось на всю вселенную? Трансляторы были твои, мои сознания, неважно. Я вижу, как сигнал шел до ядра земли, и оттуда, как звезда смерти излучала вселенную. Угу. Что за сигнал? Откуда? Как его послать? Угу. Продолжение следует... 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 Ладно, надо отвлечься чуть-чуть. Прям чувствую где-то рядом. Внутри у человека в тот момент уже велись какие-то исследования. Это была еще не понятая информация, но уже в Советском Союзе была группа секретных ученых, которые над этим работали. Кто курировал, это я не вижу, но воспринимали, как тогда шла разработка или изучение человеческого ДНК. Не вижу, Сталин был жив или уже умер, может, сразу после его смерти. Там рассчитывали, что молекула ДНК работает как резонатор. И если каким-то лучом направить этот луч, или направлено на человека, как-то на уровне, вот она перестраивается даже на уровне человеческого тела, у человека изменяется. Я не знаю, как можно лучами на человеческой ДНК. Можно, лазером, легко. Я просто рассказываю, что идет, какая информация. Можно. Как-то перестраивается вот этот резонатор внутри, вот это вот состояние ДНК, вот эта молекула перестраивается. И тогда у человека изменяется, ну я не знаю, почему физическое тело, как дольше жить или меньше болеть, или вот как-то по-другому. И как в мозгу что-то вот по-другому, мозг принимает сигналы и выдает сигналы, как-то по-другому перестраивается. Но была проблема в том, что делали исследования на людях, какая-то закрытая группа, вижу хорошо, это побеленное здание белое, и тоже скверк какой-то. И они не могли выжить, и не умирали от этого. Ну, на каких-то людях проводили эксперименты, вот, ну там какая-то, может, больница, может, ну что-то там. И они, была смертность высокая. И этот проект как не то, что закрыли, но не разочаровались, они пытались его доработывать дальше. Но он у них стопорился по этому поводу. Как теоретически все сходилось, но практически что-то вот не шло. Там была такая большая комната, похожа на барокамеру, стояла такая вот большая, круглая какая-то хрень. И можно было, или как загорают девочки, можно было открыть дверь и зайти туда, какое-то излучение, какое-то время нужно было. Но у них что-то нестыковка шла. И как-то влияло на кровь, что кровь как густая становилась. Люди умирали, они не выживали. Ну, что-то не так пошло. Но задумка была вот такого плана. Но я не знаю, жив ли Сталин в этот момент. Это мне идет 56-й, 57-й, как-то вот такие года уже. Я не уверена. Что вижу, о том пою? Умничка! Ну, все верно. Элементной базы еще не хватило чуть-чуть. Сейчас сделали то же самое 5G, только в другую сторону, в сторону ухудшений. Тогда бы эти технологии лазерные, компьютерные, все получилось. Все наши технологии используют. Ничего нового, абсолютно. Роевые, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова